Для профилактики распространения смертельно опасного коронавируса создан региональный межведомственный штаб под представительством заместителя Акима области. С 6 января ведется мониторинг всех, кто въезжает на территорию Казахстана из Китая. За этот период в Активинскую область прибыло 688 человек. Из них 486 граждан нашей страны и 202 подданных Китайской Народной Республики. Согласно постановлению госсанврача, всех въезжающих делят на три категории. Прибывших из Поднебесной помещают на 14-дневный карантин. Именно для этого развернули провизорный госпиталь на базе наркологического диспансера. В случае отсутствия коронавируса люди еще в течение 10 дней находятся под наблюдением медиков по месту жительства. В общей сложности карантин длится 24 дня. Вторая группа людей это 14 дней дома, домашний карантин. Это те лица, которые прибыли с тех стран, где сейчас регистрация идет от 10 и более случаев. И третья группа людей это прибыли из тех стран, где менее 10 случаев, они находятся 24 дня под медицинским наблюдением путем обзвона. Каждый день обновляется список тех стран, которые в эту группу попадают. На сегодняшний день это у нас Южная Корея, Япония, Германия. Вот буквально вчера прибавили Иран. По другим заболеваниям и бить ситуация в регионе стабильная. В прошлом году было зафиксировано свыше 600 случаев острой кишечной инфекции. Причем абсолютное большинство заболевших являются детьми в возрасте до 14 лет. Кроме того, в 2019 году зарегистрировано 17 фактов вирусного гепатита А. Также был выявлен один случай менингококковой инфекции. Большое внимание эпидемиологи уделяют вопросам отказа от прививок детей. Была кропотливая работа с каждым родителем. Разговаривали, беседовали, проводили сходы, совещания и родительские собрания в школах, в детских дошкольных учреждениях. Благодаря этому у нас в течение 2019 года 843 ребенка продолжили получать вакцины. Из непривитых детей заболели корею. И когда уже родители, поняв это, что вакцинация – это единственный выход при коревом инфекционном заболевании, что это единственная защита от этого заболевания, есть лица, которые, узнав это, родители, начали прививать своих детей. Кроме того, проводится мониторинг за безопасностью продуктов питания. В прошлом году специалисты исследовали более 3000 проб. Основная доля, несоответствующая стандартам товара, приходится на мясную и кулинарную продукцию. В общей сложности было наложено порядка 20 штрафов на сумму свыше 3 миллионов тенге. Николай Сырбов, Жанадир Сагиев, телеканал Октюбия.